Микс Ньюз Утро на Болткоме У нас начинается утро на Болткоме, да, вот и те, кто за нами следят в прямой трансляции, может быть, или в каких-то уже смотрят в записях на Ютюбе, обратили внимание, что гости у нас сидят в масках, все как положено, дистанцирование 2 метра, мы тут начинаем. Олег Пек в студии и Евгений Копеин у нас за звукорежиссерским пультом, и сегодня, вот третье у нас ноября, вторник, мы поговорим об искусстве, поговорим о том, что приближается вообще-то Большой Кристоп, и, кстати, там, я понимаю, что премьера или не премьера, вот сейчас мы с этим разберемся, и я еще хочу похвастаться, что я одним из первых узнал про проект, в котором работали наши сегодняшние гости, актер Ново-Рижского театра Андрис Кейш и импровизатор, комик Янис Куталец, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. И вот Александр Гребнев, оператор, когда был на одном из интервью, он рассказал, что он работает над очень необычным проектом, что это будет что-то совершенно такое невероятное, ну вот он даже, по-моему, звонил режиссеру или продюсеру, может ли он заранее вот рассказать об этом проекте. Проект, который называется «Кино и мы» режиссера Матиса Кажи, и это очень, ну, действительно, такое необычное, снятое одним дублем, это задумался, я понимаю, как спектакль вообще, потому что... Да, в принципе, мы думали, что это впервые в жизни будет кинотеатр, потому что все время есть кинотеатр, где показывают кино, и вдруг вот настоящее кино, которое театр, из-за этого в одном кадре, и как-то вот Спалманинакт вообще нас не одобрил, понял, что это никакой не театр, и тогда мы поняли, что это кино. Мы согласились, мы поняли, что это кино. Да, и вот сейчас показываем в кинотеатрах, наш кинотеатр. Как вообще появилась идея разобрать вот три фильма из просто классики Рижской киностудии и воспроизвести, вот, и обсудить их в кадре? Ну, это идея Андреса, он и расскажет. Да, ну, идея такая, что мы как-то на наше прошлое, вот, недавнее прошлое смотрим все время немножко так по-советски, что вот все вот, вот, жил человек, он был добрый, красивый и делал очень хорошие фильмы и так далее, или там писал там романы очень хорошие и все. А такого вот доброжелательного, не знаю, это корректное слово, стеба над ними, как бы нету. И вот хотелось как-то вот, стеб, это такой, ну, ирония, можно сказать, стеба, 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 без а, стеба, это же человек. Да, да, и вот хотелось как-то вот оживить, и в связи с этим, что ты вот смотришь с этой, немножко с комичной, немножко с грешной стороны этих людей, это как бы оживляет их. И вот хотелось это сделать. И мы вот с Иоаннисом, и с Эгуоном, и с Матейсом вместе были в фильме «Куда ведет путь», вот этот фильм, который еще выйдет на экраны, и мы как-то вот втроем, актеры, втроем очень хорошо почувствовали себя на площадке и думали, что это нужно продолжить. И компания, как говорится, веселая, и вот такой, и тема, и компания там родилась на этой площадке. Идея снять одним дублем. Почему это появилось? Потому что это же всегда, ну, возникает огромное количество технических проблем с тем, как это снять, и чтобы, не дай бог, там кто-то запнулся, кто-то что-то, и заново начинаем. А мы, как мы уже говорили, мы начали с того, что это театр. Мы делали, что это пьеса, да, так называется? Да. И чтобы достичь этого через экран, и для себя, чтобы сделать это спектаклем, потому что там нет зрителей на месте, мы там только втроем играем, и там никто не смотрит. И чтобы вот был вот этот нерв, один дубль, он очень хорошо работает, потому что это, да, это прямой эфир. Если что-то не так сказал, все, это уже так и останется. Не так сделал, что-то забыл. Есть, так есть. Ну, оператор вот говорил, что ему это просто было, ну, для него это был вызов, потому что нужно было как-то все продумать, движение камеры, все... Да, ну, на оператора смотреть, когда снимаешь кино, это всегда неправильно, но вот в этом случае смотреть на Сашу, это было очень, как это сказать... Ну, и это попроще показать, потому что, знаешь, это 80 минут, да, и мы снимали два раза, один раз сняли, потом паузу, и снимаем еще раз, и на следующем, на следующем дне еще два раза так же. То есть четыре... И он там стоял с этой камерой, вот такой все время. Да, это же бес, это же все, да, да, да. И все понять, и все выследить, и куда идти, и почему все время это думать, и еще нести эту... Да. Сразу я вспомнил, собственно, Бёрдмана, который был тоже вот фильм снят, ну, там говорили, что были склейки, да, да. Да, там были, если вот смотрите сейчас этот фильм, вы должны понять, что когда нету актеров в кадре, это склейка. Но есть фильм, который очень, на мое усмотрение, очень сильный и впечатлительный, это называется «Виктория». Это примерно три года назад они сняли фильм, тоже в одном дубле, но это фильм, потому что это на улице, оно начинается, это действие, и начинается там вечером, в трамвае, и заканчивается под утро, человек выходит из гостиницы и уходит, ну, вот, вдаль. А мы все-таки сняли вот в студии, потому что вот казалось, что это театр, потому что вот так, что делали там, например, другие театры, не будем называть, какие там всё-таки вот всё время переключения кадр на кадр, ну, это, знаете, как вот в самом начале, когда кино появилось, иллюзионеры, иллюзионисты как бы показывали свои, снимали трюки, вот трюк, когда есть цилиндр, и ты вынимаешь кролика, ну, там, кролика, и как бы в общем плане сняли, и взяли камеру, подошли ближе и сняли отдельно кролика, которого вынимают, чтобы вот чётче видно было бы, и никто не верит этому, потому что есть вот общий план, где стоит человек, потом, когда переносит камеру, конечно, вставляет кролика в этот самый цилиндр, и всё. Так что наш этот фильм без фокусов, и вот этот вот, потому что мы сняли, вот, Иоаннс говорил, два раза, это было в один день два раза, мы сняли в общем четыре дубля, если не ошибаюсь, и взяли лучшие, которые тоже вот, например, вот последний дубль был очень хорошая концовка, вот у нас там, вот тут рядом сидит драматург Иоанн Скутелс, который придумал очень хорошую концовку, которая не была во втором дубле, если не ошибаюсь, который вот сейчас идёт как фильм. Это, конечно, ну, это, это как театр, потому что ты вот сделал, вот сыграл спектакль, ну, не, ну, там, оговорился, ну, ничего делать, придётся всё-таки вот с этим жить. В кино давай возьмём ещё раз, если оговорился, возьмём ещё раз, если там не очень-то сыграл, там, режиссёр подошёл, там, не знаю, как-то взбодрил тебя, и ты вот сыграл уже лучше, а тут вот как есть, так есть. Выбор фильмов, о которых идёт речь, это «Соната над озером» Гунара Целинскиса и «Вариса Брасла», «Времена землемеров» и «Двоенный капкан», да. Вот каким образом вот из всего богатства Рижской киностудии были отобраны именно эти три картины? Ну, это непросто, правильно? Это было непросто, мы смотрели ещё разные фильмы, но эти трое, они как-то, они достаточно разные, и из достаточно разных времён, и по жанру тоже разные, и как-то, почему мы остановились на этих? Потому что они, ну, вот стилистично, ну, очень разные, и как-то там было, о чём говорить, были такие зацепки, вот. Ну, есть вот фильм, который, ну, вот «Времена землемеров», это вот такой фильм, который, много таких фильмов есть в Рижской киностудии, где вот такой, как мы называем, это хистерионский код игры, когда ты вот обозначаешь, что тебе больно, или ты задумался, это вот такие жесты, которые идут там с греков, знаете, вот так, с античного театра. И говорят они тоже всё время так. И такие голоса, и всё, и там есть и «Сын рыбака», и «Времена землемеров», и «Вайлон Калп», это «Слуги» или «Дьявола». «Дьявола», это так вот, так странно звучит, если перевести это, что это такое, это фильмы, или что это, да, и, но «Времена землемеров», но это как бы эссенции, потому что там все звёзды, там Ви Артман, там Павл, Слепинч, там, и кадр, конечно, замечательный, и всё, конечно, очень большой, большая часть нашего спектакля, вот, за кадре, что происходило в Рижской киностудии, потому что мы говорили с людьми, которые там жили, как говорится, работали в «Золотые времена», Рижской киностудии, и это, конечно, это на ухо, это как сказка, но, знаете, ну, ты не веришь, что такое может быть, что, вот, например, оператор может устать от, ну, крепких напитков и просто на площадке заснуть, это в наши дни, это, знаете, ну, это, это невозможно, это просто невозможно, но так было, и мы, как бы, вот, в этой ностальгии плавали. Жалко, конечно, но... Да, но я бы не знал, кстати, да, как это там... Это оживляет тоже. Оживляет такие вкусные коктейли на площадке, пить, и радоваться жизни, как они это делали. Да, там был один очень хороший рассказ про времена, когда пленка поменялась. Сначала снимали на... Свема, да. Да, и потом перешли на кодек, и на кодек, если снимаешь, ты видишь, что актер тоже немножко, да, подкрепился, подкрепился, потому что пока снимали на свеме, это не видно, это незаметно. Это было не проблема, да. И вдруг, да, актер понимает, что он должен быть трезв и не с похмелья, потому что вот вдруг поменялось... Все, все поменялось, все видно, да, да, да. Что это за кино? Но получается, что это и, с одной стороны, обсуждение фильмов, или это воспроизведение каких-то сцен на экране из этих классических картин? Это и то, и то. Мы обсуждаем, и мы сами пробуем это... Примеряете роли, да? Да, не только актеров, тоже и драматургов, и режиссеров, операторов, Джон Браун, да. Мы, да, это как-то... Мы стараемся понять, что они, как они, почему они, и как бы мы это делали, или хорошо это сделано, правильно, или еще другой вариант есть. Да, это... Да, да, ну, мы как бы немножко... Мы, вообще-то, это вот такой вот фильм «Вирусы», скажем так, потому что это было время, когда нас запили, первый вот март, когда нас запили, и просто мы поняли, что есть свободное время, и вот сделали этот фильм, ну, кинотеатр этот, и... Ну, просто мы там, как говорится, говорили об этих фильмах, но ни в коем случае не делали какую-то вот, ну, вот систему, что давайте говорить о фильмах именно так, именно такими средствами. Нет, ну, просто вот говорили, ну, там очень много импульсивных вещей, и много импровизации, вот. У нас была такая мысль, может быть, переснять фильм, потому что, как бы, сценарий есть и так далее, но мы все-таки отказались от этого, потому что там очень много первичного, что-то, чего-то такого, что вот вдруг родилось, и вот такой текст родился, и ты его просто вот... Это, конечно, там очень много спонтанности в этом фильме. А вот говоря про импровизацию, как часто вообще приветствуется импровизация на съемочной площадке? Потому что вот я с удивлением узнал, что в фильме «Волк с Уолл-стрит» сцена, где Мэтью МакКонахи начинает бить себя в грудь и при этом петь, это, оказывается, была его импровизация. То есть там даже говорят, что вы, если внимательно посмотрите сцену Леонардо Ди Каприо, его, ну, смущение ненаигранное, потому что он не понимает, что делать, потому что он не готов был к такому развить событие. И говорят, что вот когда он смотрит от камеры, он смотрит на Мартина Скорцезе, который показывает ему, продолжай, продолжай, подыгрывай, вот это, значит, сейчас пошло. И вот это, ну, с одной стороны, интересно, с другой стороны, ведь это может сбить, это, ну, как так неожиданно. Вы любите вообще, когда, например, ваши партнеры, не знаю, импровизируют на съемочной площадке? Ну, особенно на съемочной площадке. Я по рассказам знаю, что Константин Хабенский или там Мэрил Стрип, они вообще одинаковые дубли не бывают. Как бы ты снял уже, и понятно, почему повторять? Давайте как-то по-другому. Ну, импровизация, конечно, очень важна. В любом, ну, в театре, как бы, ты нашел это через, там, не знаю, 50 спектаклей, нашел самый лучший вариант, но все равно ты должен быть, ну, ты, ну, да, ну, импровизация, это здорово, но... Да, я согласен. То есть, получается, что... Ну, ты же самый у нас, как говорится, я... Да, да, да. Ну, это, я думаю, что это очень зависит от всей команды. Если команда этому готова, это очень хорошо. Если, ну, как вы, вот, в вашем примере, насчет Леонардо Ди Каприо, если он смущен, и мы его потеряем в этом моменте, это плохо. Но если актеры могут собраться и продолжить, я думаю, что это замечательно. Да, это, ну, это как жизнь, ты не знаешь, что, кто, чего скажет, и почему, и куда пойдет. Это... Ты должен что-то делать органично, не по сценарию, а то, что происходит в данном моменте. То есть, получается, что и в театре может не быть вот двух одинаковых спектаклей, то есть, зритель может приходить и открывать какие-то неожиданные нюансы, пьесы. Я очень надеюсь на это. Да, да, ну, в театре самое главное, самое главное, что меняется, это именно зритель и есть. Потому что есть серьезные спектакли, есть. У нас, вот мы с Иоаннесом играем Лейнда Виста в новом юридическом театре. Был один спектакль, где было все очень серьезно. И на следующий спектакль просто чуть не невозможно играть, потому что там овации после сцен и так далее. Это должен как-то с этим... Да, и все, но это сразу другой спектакль. И, ну, это, конечно, это самое главное, что меняется в театре, а в кино, конечно. Ну, я тоже помню, когда я играл, когда я делал стендап в Палладиуме, это было, не знаю, лет 10-15 назад. Там у меня были там очень много уже. И там в одной стороне там бар. И там эти вот бармены, которые там работают, они работают каждый вечер. И каждый вечер, когда я выступал, одни и те же люди смотрят это. И они мне говорили, что каждый вечер это другой рассказ. Что-то совершенно другое. Что я думаю, что это комплимент. Да? Наверное, потому что всегда... Я сразу вспоминаю Фаину Раневскую, которая вот, выходя из кинотеатра, посмотрев фильм там во второй или в третий раз, говорит, нет, в этот раз актеры играли гораздо лучше. Любил их шутить. То есть, да, но это тоже правда, потому что я смотрел... Ну, я знаю один стендап, Лои Си Кей, который я посмотрел в первый раз, видео. Мне очень не понравилось. Мне вообще... Я был в ИЛС... Разочарован. Разочарован не понемножке. Потом, через неделю я посмотрел еще раз, и я не понял, что мне там не понравилось. Все там замечательно, все там хорошо. Но в первый раз я смотрел. Так что от зрителя тоже, в каком он настроении, как он себя чувствует, какой день был, это да. У меня это так было с спиной Бауш. Ну, в Упертале я смотрел спектакль, который просто плакал, и все было замечательно. Я орал, и на следующий день другой спектакль. Я смотрел, я засыпаю, я думаю, ну что за фигня. Такой режиссер, такая фигня. Закачивает спектакль, а-а-а-а, все кричат опять. А где я был во время спектакля, почему я это не уловил? Вот мы уже затронули тему коронавируса, что это был, может быть, вынужденный, ну какой-то вот момент простоя, когда захотелось чем-то себя занять. Вот как вообще, насколько сильно ударил коронавирус по актерской профессии? Вот что вообще сейчас происходит? Потому что некоторые актеры пытались сделать, ну и театры, спектакли, которые показывались в интернете. Вот какие новые, может быть, формы появились работы? Ну я думаю, что это форма, которая есть, вот такая новая форма, которой занимается ваша коллега Женя Ширменева, которая вот такая читки, которая вот такие откровенные читки. Берешь вот экземпляры, вот читаешь, и в принципе это такой немножко радиотеатр с картинкой, который, ну ты можешь вот поставить на ушко и слушать, но для моего вкуса это вот просто вот как радиотеатр. Ну, потому мы хотели вот немножко по-другому, чтобы смотреть. Но если говорим про коронавирус, мы вот с Янисом вот два фронта, потому что я государственный театр, и мы как-то все-таки прожили это время довольно-таки, ну нормально, скажем так. Ну спектакля, конечно, не хватает, и актер без театра, ну это трудно очень, так, психологически. Без зрителя. Без зрителя, да. Ты теряешь, ты теряешь дом, ну ты, ощущение реальности как-то, ну насколько, ну это звучит парадоксально, так оно и есть. Но мы сняли вот этот сериал, который называется «Агентура» в Новом Рижском театре. И как бы, но все равно вот наши зарплаты продолжались и так далее. Но я знаю, что вот вне государственных театрах там довольно-таки… Это не проблема, нет, для меня, да, я очень богатый просто, это меня не касается… Я не говорю внутренную, это материальную, да. А, материальную, да, нет. Это не только внутреннюю. Да, это очень плохо. Но я думаю, что очень многие актеры и многие режиссеры, они могли попробовать разные форматы, которые они бы никогда не делали. И я думаю, что это хорошо. Получилось ли это или результат хороший, это другое что-то. Не об этом речь, но я думаю, что хорошо что-то поменять, потому что для актеров, я думаю, я не знаю, но я так думаю, что для многих актеров это тоже уже такая рутина. Мы делаем новый спектакль, новый спектакль, но это одно и то же. А тут вдруг камера, тут вдруг в том же месте что-то по-другому делает. Я думаю, что это… Может, мы еще не чувствуем этого, но я думаю, что это будет хорошо. Ты не согласен? Не, ну я просто без зрителей, ты можешь… Ну я на площадках тоже много… Это тоже хорошо без зрителей что-то сделать, потому что ты привык, что тебя, как, не знаю, в цирке все время… Как-то это же… Не, ну что ты хорошо сделал, тебе дают сахар сразу, зрители аплодисменты или смеются, а тут нет. Ты знаешь… Не, ну для меня, конечно, вот коронавремя… Коронавремя – это вот кино и мы, конечно, это такое вот самое-самое новое, что со мной произошло, вот только, ну внутренне. Вот если площадки и театры, где… Это уже годами, это 25, уже чуть не 30 лет, так что вот это кино и мы – это впервые, такой опыт впервые. А можно ли его продолжить, если вот, ну, получится успех и… А у нас есть такая мысль, ну, продолжать не снимать фильмы, а сделать как спектакль? Ну, когда зрители будут допущены… Ну да, это… Допущены, да, вот стопроцентно, как в Эстонии, например, сейчас, уже с 1 сентября стопроцентно можно идти в театр, чужие люди сидят рядом, все нормально и не болеют. Я надеюсь, что сегодня вот после заседания нам не скажут, что театр закрывает. Но, да, да, да. Есть такая идея, есть, конечно, много фильмов, которые, ну, на мое, например, усмотрение, слишком глорифицированы, которые там ты можешь… Вот советское кино, например, фильм-театр, ну, как бы всем нравится и так далее, но к нему можно так серьезно придираться, но это, ну, просто, ну, там очень много, ну, ошибок, очень много, ну, фальша и так далее. Но, с другой стороны, там главную роль играет Вия Артман, которая замечательная просто актриса и которую любят до сих пор после того, как ее уже нет, не знаю, сколько уже, очень, ну, много… Да, 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 долгое время, чем 10 лет, ну, вот, и она как бы спасает этот фильм, и мне жена рассказывала, откуда-то летел обратно с аэрофлотом, и там можно было смотреть фильмы, и вот процентов 70 в самолете смотрит фильм-театр. Это когда? Это прошлой весной. Да. Понимаете, это вот, ну, это вот, ну, это вот как бы из-за Вия Артмана, из-за Гуна Арцелински, ну, такой средний фильм, как говорится. Но ведь это вот действительно такой парадокс, вот я иногда даже боюсь смотреть фильмы, которые вот на меня очень сильное впечатление произвели где-то в молодости, там, в детстве, потому что я очень боюсь разочароваться, увидев, ну, уже вот что актеры, может быть, да, переигрывают, где-то там, может быть, какие-то нестыковки, кажется, и сюжет уже не такой. Вот почему? Может быть, потому что в молодости мы, у нас нету, может быть, этого багажа опытом, для нас все является откровением. Я вот не знаю, в чем вот этот секрет, хотя ведь его тогда воспринимали люди старшего, но тоже, ну, когда он вышел, это был огромный такой вот, можно сказать, ну, не блокбастер, но фильм очень популярный, который смотрелся. Там есть, я думаю, этот секрет, все смотрят на замечательную, красивую женщину, которая играет свою судьбу в театре, все, как бы, по слухам в советское время понимают, что у нее там что-то в Москве, наверное, что-то было, и что у нее там, вот, как дети растут и так далее, переживают за нее. Ну, и что там немножко так бутафорно все, и там, ну, там, немножко по сюжету как-то не так, это уже не очень-то важно. Но вы не боитесь, что вызовет гнев, там, боже мой, на что вы замахнулись, это же вообще-то... Уже немножко есть это дело, если я правильно понимаю. Да, но это, я думаю, что это нормально, чтобы, ну, сделать что-то, чтобы всем понравилось, ну, это же не о том речь. Ну, интересно, да, не интересно, что всем нравится. Ну, насчет фильмов, которых, как я фильмы смотрел в детстве, я думаю, что это, это вообще, это немножко по-другому, потому что тогда я сознательно, не сознательно, но я хотел в это поверить. Как я смотрел там, не знаю, Буратино или что-то там, ну, я стараюсь всеми силами поверить в электроника или в кого-то там, потому что это очень замечательный рассказ, я хочу верить в это. А потом уже я перехожу в другое как-то это понимание, когда я хочу абстридать, что это, оспорить, оспорить все, потому что придираться, а что это, а почему это вот так, и вот в детстве это очень невыгодно. Мама сказала, я верю, а сейчас кто-то сказал, я думаю, что, ну, нет, я проверю, верю, проверю, вот, нашел. Да, но вот эта придирка, я думаю, что важна, потому что ты понимаешь, что вот они были, Вия Артман, мы даже немножко там придираемся к Вии Артмана тоже, но это только выращивает ее силу побольше еще, потому что она живой человек, и что, ну, нельзя канонировать, я думаю, вот так людей и все, там, и поэтов, и режиссеров, нужно, нужно их, как говорится, оставлять живыми, живыми. Мы же тоже живые, мы же тоже там в пабы идем, если мы когда умрем, я бы не хотел, чтобы про меня говорили, что вот был такой актер, он там играл роли, отличный семьянин, и так и прожил. Ну, нет, ну, я, как говорится, и с Гришком тоже. То есть, вот, наверное, это придает человечности, вот это. Да, 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 и причем вот в России, например, это есть, они как бы там, вот есть какие-то передачи с Галкиным или что-то там, где они вспоминают, как они там, ой, я помню, мы там шли, там, и, ну, податые или что-то такое. Ну, ты понимаешь, что реальные ситуации, у нас еще вот задержался этот вот советское отношение к фактам, к истории, что вот все углажено, все такое вот без греха, все такое вот серьезное. Нет. Ну, я тоже в связи с этим вспомнил забавную вещь про Валентина Гафта, когда он в одном спектакле вдруг выдержал очень длинную паузу, вот он, ну, прямо вот он, и потом его коллега, вот она на спасение говорит, ты сегодня сыграл, ну, просто вот гениально, ты знаешь, я просто текст забыл, я пытался вспомнить. Ну, если говорить, конечно, про актерство, в Рижской студии, когда еще была пленка Свема, один актер, он играл какого-то фашиста, и он первый кадр, вот посередине, посередине поля, нету ничего вокруг, разговаривает какой-то штурбанфюрер с рядовым, и он сказал, вот общий план сняли, и пока шли на крупный план, он напился так, что не мог устоять, я не думаю, что сейчас делать, ну, что сделать, и придумать так, что просто палку, ну, вот палку вбили в землю, его привязали, привязали, и одели, вот одели куртку над этой палкой, и над ним, и он вот продолжал, и все это, ну, это просто какая-то сказка, это непонятно, как это может, но это в наши, в наши дни, это просто самоубийство. А вообще, откуда эти, вот, откуда эти истории, кто их вам рассказывал, или вот, ну, как их собирали? Нет,gano, ну, есть, ну, вот, может быть, потому что они были в Киномузее, еще мы ходили в музей, киномузее смотреть, читать эти все протоколы, которые очень хорошая литература, на как как это макс ласпадома или что это называется когда они но при какой-то вот приемами принимали сценарий комиссии как они высказывались как что там понятно что не понятно что понравилось не понравилось это что-то это что-то чего не надо никогда я думаю давайте актером читать очень травматично актриса рита на вообще она третий фильм уже никакая ну очень жестко очень прямолинейно обсуждает фильмы и ну так что мы еще очень мягко о это очень мягкой по сравнению вообще в наши дни мы очень мягко разговариваем друг с другом ну что это что-то что мы должны взять обратно очень жесткость веселых да но мне показалось вот что получается что еще не написано может быть история латвийского кино вот именно такая честная правдивая может быть со всеми какими-то интересными веселыми фактами то здесь есть где разгуляться и это ждет еще своего вы правы что есть вот вообще очень мало чего написано про латвийское советское кино есть вот вот сейчас искусство сцена кино есть вышла книжка от корринга но это более теоретически теоретически она смотрит на на советское ну вообще на все кино и сначала двадцатых прошлого века до наши дни но вот такое вот про киностудию это конечно если бы кто-нибудь там из 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 старых киношников бы взялся за это дело это было бы я думаю что это был бы бестселлер тем более что я думаю ведь это нужно делать сейчас потому что она уже вот уходят все-таки люди которые были свидетелями которые еще могут рассказать какие-то удивительные вот вещи при которых при приятные глаза вот родилась замечательно вот так книжку заработаем денег и снимем фильм давайте а вот у меня сразу вопрос возникает для кого вот этот все-таки фильм кино и мы потому что но если выбирать молодых людей знают ли они вот эти фильмы смотрели ли они потому что но сейчас кино очень сильно изменились смотрели это потому что проверяли не смотрели но первых это кино и мы значит что это мы трое трое актеры и это для нас это во первых но потом я думаю что это не проблема не но то что мы эти фильмы смотрели тоже не вчера это для всех тех людей которые эти фильмы смотрели давно и может уже забыли или ну это эмоция уже куда-то ушла и я думаю что ее можно еще вернуть и пережить еще раз и тоже для тех которые никогда не смотрел потому что это хотя бы один вариант как показать в таких маленьких кротких эпизодах не может интерес родиться не нравится да да ну то есть такое ощущение что это может быть мы мы конечно встречаемся с молодыми людьми которые очень заинтересованы в искусстве в кино в любом в любое искусство заинтересованы и кажется что их интересует эта тематика и студенты да 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 и студенты и и друзья студентов как бы хотят этот фильм видеть так что мы надеемся что молодое поколение все таки тоже подключится но кинематограф действительно ведь изменился я думаю что вот вы не будете отрицать что фильмы которые раньше рассказывали историю были больше про но вот людей которые живут вот с нами сейчас сейчас больше какой-то вот выдумки больше каких-то но вот люди ждут зрелище спецэффектов какой-то фан больше фантастики там такая популярность ведь фильмов по комиксам сейчас безумная то есть вот что-то вот как ну это вот какая-то золотая эпоха кинематографа она как будто бы осталась в прошлом и сейчас вообще все разделилось на такой арт-хаус который очень узкий и вот такое коммерческое кино ну по-разному наверное я думаю что по-разному конечно если кассовые которые в кино конечно это мультфильмы и и комиксы но все равно есть там однажды в голливуде это все-таки там про отношения но и все равно как бы собирает кассу но по то время я думаю что такие вещи которые проходят вот двойной капкан но эти оологизме это абсолютная какая-то игноранция что ты можешь или не можешь в это поверить это конечно это так это так удивляет это как-то делает такое теплое ощущение что ну люди были такие наивные ну как бы потому что мы сеансом говорили когда ты смотрел и было и страшно и там были и бандиты и там было и ну ну действительно она очень серьезная ситуация сейчас ты смотришь на этот ужас как они это оправдывает то что они делают на экране но одновременно это как-то вот так сильно что там вот дейского и так далее это понимаю что это в принципе ощущение советского человека про то как живут развратные люди что-то и там кока-колу пьют и в джинсах ходят понимаете ну и что там вообще но грех повсюду в каждом кадре шашлык делают абсолютно и разбрат это это очень тепло это да 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 а вот да это ушло это абсолютно ушло да но я вот очень хорошо помню когда в двойной капкан вышел на экраны я тогда просто уезжал учиться в москву я испытывал жуткую гордость из-за того что кинотеатр россия огромный самый большой кинотеатр в москве может быть даже в советском союзе и вот вокруг этого кинотеатра россия стояла очередь вот она вот просто вот таким на на фильм вот как раз таки двойной капкан потому что ну тогда не было может быть такого большого количества зарубежных фильмов на киноэкранах и вот этот фильм а луиза бренч это был ну действительно вот такой граво из боевик который вот люди хотели смотреть и вик да да боевик там там бьются там драки там женщины с голой грудью то что я помню пираты двадцатого века это же было вообще как они как это возможно там каратэ идет вообще и тут каратэ и тут вот и фарсовщики и все это да 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 это вот мы говорим про это и и сразу вот возбуду новым для теплое чувство приходит но вот с другой стороны ведь вот как сделать так чтобы наша латвийское кино сегодняшнее имела такой ну такой же резонанс такой же успех вот возможно ли вернуть я не знаю такие вот эти золотые дни когда все-таки смотрели наши фильмы ну на на большой территории большое количество зрителей ну сейчас сейчас будет ну сейчас например как это вот 20 потенц да да это ну и метель душ наверное вот так вот переводили но хобби он купил их ну так что это но все вразило это что все происходит только в другую сторону но мы ездили с защитниками риги например ездили москву но как-то не знаю мы сейчас как-то вот это кино это совместные co-production все так происходит с европой из-за этого больше в европе это происходит это но говорится и детские фильмы наверное нужно делать потому что это сразу это сразу большая аудитория что я сам я отец и ты вот если ты сам идешь на кино тогда нужно как-то для меня я думаю что я немножко средний такой вот говорится аритметический средний нашего общества который посещает вот культурные мероприятия так что я для меня очень там нужно как говорится повод быть чтобы я пошел бы в кино а с детьми ну суббота что но с детьми давать в кино попкорн и так далее там вот детские фильмы вот эти мультик которые заработают зарабатывают очень большие деньги но такое взрослые кино это конечно малые экраны которые замечательные сериалы сейчас происходят там но я лучше на нетлэксер сейчас смотрю просто замечательно ну и актерство замечательное и и и сюжет замечательно и все это как бы ощущение такое что все-таки взрослые кино и уходит на малые экраны а вот такой семейное кино вот остается потому что это happening и то идешь и там покупаешь что-то хорошее потом после этого прогулка ну более так то есть получается что вот эти как стриминговые каналы это возможность ну например для латвийского кино показать себя миру вот именно через та-та дорога который я думаю что так я думаю что так мы вот сейчас только что сняли называется пропавшие без вести дашка который билингвист не такое что сыщик русский человек из россии приехал это что там но вот и латыши и русские вместе я думаю что очень хорошие очень-очень астросюжетная да и и зрелищное кино получилось на 10 серий есть не ошибаюсь на на олег тоже но нет не знаешь я здорово да да но вот но там про вот это вот и особо это был особый слуну вот особый вот предмет который я тоже посмотрел и и но я думаю что это но он конечно никогда не разобрали не заработает как мультик но вот есть мы говорим про эффекты и так далее но все таки вот из такой вот честный рассказ происходит снят честный рассказ такой это здорово олег здорово ну что ж на этой прекрасной оптимистичной ноте хочу напомнить нашим слушателям что еще будет возможность на премьере встретиться прямо что после показа фильма вы сможете прийти может быть тоже задать вопросы которые вас интересуют английский я не скотали сегодня были в нашей студии фильм кино и мы вот скоро на экранах ждите ищите ходить и смотрите вот здесь не бойтесь вируса приходите никто не заболел в кино в театре пока что никто не назвал да там все интеллигентные люди в масках спасибо интеллигентные люди в масках